Продолжение следует... Меня заинтересовала эта работа с онлайн-картами на уроках географии. Думаю, будет интересно нашим коллегам посмотреть этот мастер-класс. Тем более такие лайфхаки, которые подготовил наш спикер, я думаю, будут интересны не только учителям географии. Итак, Сергей Владимирович, пожалуйста, передаю вам слово. Коллеги, желаю вам всем сегодня продуктивной, профессиональной беседы. Да, спасибо, добрый вечер. В общем, я, в принципе, начну сразу к презентации. Я думаю, меня хорошо слышно, да? Видно, есть ли какие-то... Да, хорошо, видно и слышно. Здравствуйте. Хорошо. Секундочку. Сегодня я хотел бы вам рассказать о формах работы с онлайн-картами на уроках географии. Еще раз представлюсь. Меня зовут Федор Сергей Владимирович. Я работаю учителем географии в школе имени Карамзина. Ну, прежде чем говорить о этой теме, да, и обсуждать ее вообще, хотелось бы сразу какой-то регламент выработать. Давайте с вами договоримся, что если у вас какие-то возникнут ко мне вопросы, вы можете их писать в чат. Соответственно, в конце выступления я в чат просмотрю и постараюсь на них ответить, на эти вопросы. Ну, я бы сразу хотел сказать, что, в принципе, таких ресурсов вообще в интернете, ресурсов, которые помогают мне работать как учителю географии, их очень много. Реально, если так посчитать, каким количеством ресурсов я пользуюсь, можно таких презентаций, наверное, штук 10, наверное, сделать. Вот, я хотел бы, наверное, рассказать только о тех ресурсах, которые, на мой взгляд, наиболее современные, актуальные, интересные, и теми ресурсами, которые я больше всего пользуюсь. Ну, и плюс, конечно же, что эти ресурсы очень нравятся моим ученикам. Как бы, по моим наблюдениям, они очень хорошо вписываются вообще в мой предмет, и реакция детей, она как бы всегда положительная. Ну, во-первых, это первый ресурс, о котором будем говорить, это сайт с интерактивными картами матовских.ру. Второй ресурс – это база тематических и старинных карт, это место. И третий ресурс – это ресурс с онлайн-картами, онлайн-карта с ретро-фотографиями PastView.com. Ну, можно с ними начать, в принципе, знакомиться. Первый сайт, о котором мы сегодня поговорим, это сайт матовских.ру, он очень удобен для изучения политической карты мира, для политико-административной карты России, и прекрасно подходит для зачетов по географической номенклатуре. Ну, во-первых, я очень как бы случайно получилось так, что я наткнулся на этот сайт, когда вел какое-то время блог ВКонтакте и в Инстаграме для своих учеников, старался через эти ресурсы как-то им транслировать, да, и популяризировать географию, и случайно наткнулся на этот сайт. Вот. И оказалось, что он очень интересный и полезный. Он, во-первых, сразу скажу, он не специализируется полностью на географии, это просто личный сайт человека, который работает в Москве вообще, по-моему, в маркетинге. Вот. Ну, давайте с ним познакомимся, и дальше я вам расскажу, как этот сайт развивается и как он мне помогает. На этом сайте есть подборка интерактивных электронных тестов по картам, всевозможным картам. Когда впервые я зашел на этот сайт, там тут была только карта России, соответственно, она развивается постоянно. Вот. И здесь очень много интересных карт. Давайте познакомимся с некоторыми вариантами этих карт. Вот. Например, если мы выберем с вами на главной странице карту России, примерно. Тут открывается интерактивная карта России по субъектам, да, то есть это политика административных карт нашей страны, вот, и правила выполнения этого теста. То есть если мы находим субъект, который нам программа предлагает с первого раза, он у нас закрашивается зеленым цветом, если мы его находим со второй попытки, он у нас закрашивается желтым цветом, если с третьей попытки в оранжевом цветом. Соответственно, если мы его вообще не можем найти, то нам уже программа подказывает, где он находится, подкрашивая его фиолетовым цветом. Давайте просто попробуем, как это работает. То есть мы нажимаем «Поехали», начинается у нас отчет времени. В принципе, на время можно не обращать внимания, если вы хотите там как-то усовершенствовать свой результат. Соответственно, мы просто ищем Новгородскую область. Если мы ее находим с первого раза, соответственно, она у нас закрашивается в зеленый цвет. Если субъекты находятся со второго раза, они у нас будут закрашиваться в желтый цвет и так далее. Соответственно, это просто, если учить карту субъектов Российской Федерации, можно усложнять эту задачу. Можно усложнять задачу, если зайти в настройки. Мы можем поставить столицы, например, и будем уже искать субъекты по заданным настройкам, то есть по столицам. Допустим, город Кызыл, мы будем уже искать с вами республику Тула, соответственно. Можно еще сложнее сделать задачу, поставить флаги, и мы будем уже искать субъекты по флагам. Соответственно, это у нас флаг Иркутской области, насколько мне не изменяется момент. И так далее. Понятно, что, наверное, в рамках школьной программы карты и гербы субъектов России учить, наверное, нам времени нет, потому что у нас программа все-таки с определенным количеством часов. Но, например, во внеурочное время или для профильных классов, в 10-11 соц.экономии иногда я к таким тестам прихожу. Вот это если говорить о России. Также здесь есть у нас карта Марии России. То есть мы можем искать по такой же аналогии моря России. Также мы можем проходить такой же тест по городам от 500 тысяч в миллион и более. То есть наиболее крупные населенные пункты нашей страны. Тоже самый принцип. То есть мы здесь также находим города. В конце теста, когда он заканчивается, вам программа дает процент выполнения правильности. Сколько у вас было ошибок, сколько правильных ответов. Ну и, соответственно, можно оценивать эту работу ученика. Также здесь есть у нас карты по миру. То же самое, политическая карта мира. Мы можем ее проходить по такому же принципу. То есть если мы нажимаем на страну, она закрашивается зеленым цветом с первого раза. Ну, допустим, я не знаю, где находится Афганистан. Попробуем найти ее со второй попытки. Он у нас будет закрашиваться желтым цветом. Представим, что я не знаю, где у нас Франция. Она у нас будет закрашиваться оранжевым цветом. Ну, и Сент-Люсия, например. Мы не знаем, где у нас находится. То программа, как вы видите, она у нас подкрашивает страну уже фиолетовым цветом. Я на нее нажимаю. Это наша ошибка, красный цвет. И мы двигаемся дальше. Вот, соответственно, если, например, какое-то карликовое государство, то ученик, в принципе, может приблизить карту, чтобы не промазать. Вот, и нажать на «Нужно нам государство». Вот, это если изучать карту мира. Соответственно, сюда же мы можем в настройках добавить и столицы государств, флаги государств и так далее. Если прям можно ставить сложность, да, ну, как бы менять настройки теста. Также обратите внимание, что есть у нас еще и уровень сложности, да. То есть, новичок – это с подсказками. Уровень профессор – это когда сплывающее сообщение не показывает название региона, на которое вы нажимаете. Есть уровень академик, да, то есть, никакой пощады. То есть, здесь субъекты не отмечаются цветом, и подсказок никаких нет. То есть, вы только в конце узнаете свой результат. Вот, что хочется еще по этому сайту сказать. Как вы видите, тесты по России. Здесь чуть ли не каждую неделю появляется новый. Тут уже есть тест по Алтайскому краю, то есть, это уже районное отделение по многим субъектам России. Вот, например, даже есть такой, например, тест, насколько вы знаете хорошо, Москву, да, то есть, районы Москвы, как бы своей новой Москвы уже, да. Соответственно, здесь есть и Московская область, и многие субъекты России, и даже есть, уже добавляются многие страны мира. Но это совсем такой уровень уже не школьной программы, но сайт, ну, как бы, эти тесты здесь добавляются, возможность добавляется. Вот, соответственно, по поводу, ну, возник такой момент, что я этим сайтом стал очень часто пользоваться. Дети мои начали сдавать номенклатуру по России через эту программу, и она им очень понравилась, да, то есть, допустим, мы даже иногда сдавали субъекты России уже именно на физической карте, да, то есть, с отображением рельефа. Как я понял, что он им понравился? Во-первых, они охотнее стали сдавать эти зачеты, во-вторых, когда я на перемене, например, иду в свой кабинет, я вижу, что дети в коридорах сидят, им в телефонах тычут, трикуют постоянно этот сайт, тренируются, готовят к зачету. И постоянно я по школе иду и слышу эти звуки, которые, да, характерные звуки программы, вот эти кликания, постоянно слышу по всей школе, то есть, еще одно свидетельство, что детям эта программа очень понравилась. Вот, один раз, когда я хотел сдавать зачет, я зашел на этот сайт, дети уже были готовы сдавать зачет, соответственно, вот, и получилось так, что сайт не работал, вот, то есть, он полностью лег технически, и зачет я не смог на этой программе сдать, и, соответственно, потом я написал просто разработчику сообщение, нашел его ВКонтакте, напишем ему сообщение, и Леонид, создатель этого сайта, пошел со мной как бы на контакт, я начал ему рассказывать, как я этот сайт использую, хотелось бы добавить такие-то тесты, допустим, не было здесь ни морей, не было здесь ни городов, то есть, эти, как бы, тесты начали добавляться уже после моих просьб, соответственно, в принципе, каждый учитель, каждый человек, желающий, кто захочет этот сайт дальше развивать, он может добавлять свои тесты, да, то есть, насколько это возможно, то есть, в конце, внизу, сейчас вам покажу, где это находится, если мы нажмем на тесты, внизу есть вопросы по тестам, как создать собственный тест, генератор тестов и новости проекта, то есть, в принципе, с Леонидом можно связаться, он может объяснить, как добавлять свои тесты на эту платформу, вот. Где мы вообще можем, ну, как бы, практически, если поговорить, где мы можем этот сайт использовать, ну, просто если вспомнить, что у нас есть в программе, да, подходящей, в школьной программе, ну, в седьмом классе, например, мы легко можем это использовать на темах страны, континентах, да, когда мы проходим континенты, в восьмом классе субъекты, соответственно, Российской Федерации, моря, когда мы изучаем моря, ну, вообще береговая линия России, в девятом классе города России, ну, и в восьмом классе тоже, ну, и в десятом, в одиннадцатом классе, когда изучаем типологию стран мира, вообще политическую карту изучаем, этот сайт очень полезен. Ну, в профильных классах, повторюсь, я иногда усложняю задачи, добавляю здесь в настройках сложности какой-то определенной. Вот. Что хочется по этому сайте сразу сказать, ну, как бы, он идеально подходит для нашей доски, которую нам устанавливали по Московской электронной школе, и, как видите, да, у нас доска, по-моему, там, 15 касаний, по-моему, может, удерживать, да, иногда дети просто на переменах, я их запускаю, не особо люблю в кабинет пускать детей, но когда они просятся просто вот на доске поработать с этой программой, соответственно, пожалуйста, заходите, тренируйтесь, или, например, кто-нибудь не сдал, не успел сдать во время зачета, приходит на переменах сдавать, и вот именно доска, она здесь очень-очень с этой программой вяжется, очень, как бы, гармонично получается. Ну, и, как бы, сделал такую фотографию, чтобы понимали, что дети могут на доске Мэш спокойно с этой программой работать. Далее. Следующий ресурс, о котором мы поговорим, это ресурс сайт это-место.ру. А, по поводу оценивания, я немножко не договорил, по поводу оценивания, извините. Во-первых, когда мы были на дисциплине, станьте, да, дистанционной формы, я задавал, ну, как бы, не мог принять у детей эти зачеты, вот, но просил просто их присылать принт-скрины своего выполнения, то есть своим процентом выполнения. Понятно, что допускаю, что дети могли списать, да, взять карту, посмотреть, где где государство располагается, или субъекты. Но, в принципе, как бы, мы все прекрасно понимаем, что на дистанционной форме дети, ну, частенько пользовались подсказками, да, списыванием и так далее. В любом случае, я уверен, что у них что-то в голове осядет, вот. Ну, можно давать временные какие-то рамки, да, допустим, прислать мне принт-скрины через 10 минут, тогда будет сложнее списать, потому что программа идет время и, соответственно, в общем, тут, в принципе, можете сами брать эту, как бы, программу и создавать свои рамки, свои работы, то есть вклинивать эту программу в свою работу. В школе я просто проверяю очень просто, то есть ребенок выходит, выполняет тест, я вижу процент выполнения работы, сразу классы обговаривают, сколько процентов, какая оценка, вот. Или же просто, если, например, класс потоком идет сдача за счетом, то, например, субъект России, там, в девятом-восьмом классе, выходит человек и первые 10 субъектов отвечает. Вот, как бы, программа, я жму в рандомном порядке, из 85 субъектов первые 10 он показывает, если нет ошибок, пожалуйста, 5. Если есть какие-то ошибки, да, то есть нам по количеству ошибок можно посчитать уже, какая оценка. Итак, в принципе, за один урок весь класс, первые 10 субъектов показать все успевают. Ну, в принципе, давайте переходить к следующему ресурсу, да, о котором я говорил, это сайт это-место.ру. Сразу обговорюсь, что, ну, он, конечно, с одной стороны, географический ресурс, то есть здесь база, огромная база тематических, старинных, исторических карт с возможностью наложения слоев, то есть на современную карту. Ну, и здесь очень много краеведения, да, истории, как бы, я, конечно, всегда его часто применяю, но его можно, принципе, применять и учителям истории, вот, а вообще прекрасно делать связки уроков, как бы, учителя географии, учитель истории и учитель русского языка. Сейчас по ходу своего рассказа, вы поймете, как можно создавать такую междисциплинарность, где-то даже и конвергентность. Вот, давайте перейдем на сайт, посмотрим, как он работает, постараюсь немножко такой экскурс сделать по этому сайте. Ну, во-первых, с левой стороны вы видите, это карта современная, да, здесь мы можем поменять настройки схемы, спутник или гибрид, то есть это что-то совмещенное спутника и схемы. И с правой стороны, соответственно, эта карта уже старинная, да, ну, к примеру, найду тот район, где я нахожусь, да, сейчас я нахожусь у нас в районе Ясенева, юго-западной Москвы. Вот здесь есть, как бы, точка, крестик, да, указывающий на мое местоположение. Вот наше здание нашей школы, вот, и одновременно получается, что с правой стороны наша точка показывает, что здесь располагалось, в этом месте, где находится сейчас наша школа, на карте Шуберта, это двухверстная, по-моему, у нас, да, это двухверстная карта 1860-го года. Вот в правом верхнем углу вы видите, что карте 161 год у нас. Вот, то есть можно детям спокойно продемонстрировать, что находилось на месте школы, да, в конце 19-го века. Ну, практически ничего не находилось, вот у нас овраг, дорожка, который, кстати, практически повторяет проезд Крымзина. Вот, ну и, соответственно, тут же у нас располагается деревня Ясенева, вот его главная улица. Когда мы с детьми разбирали эту карту, смотрели вообще на деревню Ясенева, было, ну, как бы, приятно детям удивление, что, допустим, центральная улица Ясенева, она у нас повторяется сейчас полностью по улице Паустовского. Или, допустим, было интересно детям узнать, что улица Голубинская, да, почему она так называется? Потому что в соседней деревне, вот как увидите, Большой Голубин и Малая Голубин. Ну, вот, ну и наша церковь Ясенева, да, Петра Павла, вот она у нас отмечена здесь. Практически, ну, если говорить о погрешности, она минимальна, да, очень небольшая погрешность, очень точная, ну, как бы, плюс-минус, мне кажется, где-то 100-150 метров есть погрешность, но в целом карта очень показывает точно расположение объекта. Вот, и если вы видите, какая-то есть погрешность, то, в принципе, можно сделать ручную поправку, да. Ручная поправка – это когда вы карту просто можете немножко сдвинуть, совместив с современными какими-то ориентирами. Вот, сейчас я сброшу погрешность. Вот, плюс еще самая главная фишка этого ресурса, то, что вы можете работать с современной картой и старинной картой, одновременно наслаивая их друг на друга. То есть, вот здесь у нас есть бегунок, он нас наслаивает, как бы вот здесь вот курсорчик наш, ну, допустим, давайте сориентируемся по трем прудам, нашим Ясеневским прудам. Вот, и, соответственно, я просто беру, наслаиваю ее этим бегунком на карту современную и могу переходить, сделать ее полупрозрачной, да, или полностью так пробежаться. Соответственно, это я просто взял одну, как бы, карту, она такая наиболее популярная, на мой взгляд, это карта Шуберта Московской губернии. Вот, также вы здесь можете выбрать карты, соответственно, вот выбирать, нажимаете выбрать карту, и здесь будет у нас список старых карт, их здесь очень-очень много. Как видите, я проматываю, здесь будут карты 19-го, 18-го века, очень много интересных карт, ну, например, гидрологическая карта Московской губернии Соколова или карта путей сообщения Азиатской России и так далее. То есть, здесь их очень-очень много. Вот, также есть карты, ну, даже есть, например, летные карты, Люфтваффе, да, которые использовались при бомбежке в Великую Отечественную войну. Есть карта достопримечательности 79-го года. То есть, если здесь сесть, я, например, когда скучно бывает, сажусь и могу здесь сжечь полтора-два часа просто юзу эти карты, они просто очень интересны. Плюс еще, опять же, повторюсь, вы совмещаете ее с современностью. Также у нас здесь есть тематические карты, здесь их очень-очень много, этих тем, да, карты высот Москвы, карты рельефа Москвы и Московской области, карта поражения лесов Московской области, карта комфорта Москвы. То есть, здесь их просто тематические карты нереально большое количество, и все эти темы, они своеобразные, очень интересны. Ну, например, опять же, по своей местности, я как бы со своих колокольцев все это наблюдаю, как бы находясь в Ясенево, вот, например, как я применил тематическую карту. Ну, как бы один пример из жизни моей работы, так сказать. Сейчас мы с учениками делаем небольшую выставку палеонтологическую, это по палеонтологии Московской области, собираем окаменелости по Москве и по Московской области. Плюс то, что я с каникул привожу, решили сделать очень такую большую выставку в школе для детей младшего класса, ну, как бы для началки и для средней школы. Вот, и один раз мы с ними ходили на практику, я их водил на речку Чертановка, Коньковский ручей, вот, на районе Конькова. Вот, объясняя им, почему там есть окаменелости в районе Конькова, да, и какие там окаменелости, я им объяснял, что вот эта теплостанская возвышенность наша, самая высокая точка Москвы, она как себя чувствовала во время оледенения, да, как ее леденик покрывало, входило языками, как она себя чувствовала, когда Москва была дном моря. И на эту карту я просто наслаивал, на современной, соответственно, карту, наслаивал карту высок. То есть, сейчас она погрузится. Ну, допустим, мы берем, у нас располагает самая высокая точка Москвы, вот здесь, в районе метро Теплый Стан, и здесь, соответственно, мы на слой накладываем на современную карту, видим высоту, да, 255 метров. И здесь вот эта теплостанская возвышенность хорошо видно, прекрасно. То есть, ее можно даже, как бы, посмотреть, как она территориально располагается в плане положения ее, вот, относительно района. Ну, это как пример, да, как можно использовать тематические карты. Помимо карт старинных, тематических карт, есть карты исторические. Вот, их можно тоже использовать, как и на уроках географии, их можно использовать и на уроках истории, в принципе. Вот, ну, не знаю, как у вас, коллеги, но, например, когда идет речь о краеведении, всегда наши любимые завучи обращаются именно к учителям географии, да, вот, и участвую в различных конкурсах по краеведению, я эти ресурсы часто использую, они очень сильно выручают. Вот, давайте я вам несколько примеров еще приведу, как я использовал этот сайт, это место, вот, на уроках географию, и вообще, где можно еще использовать, будучи учителем географию. Возвращаемся к нашей презентации. Вот, мы в профильном классе, в соцэкономии я делал практическую работу, я давал такое задание ученикам, чтобы они брали, используя этот сайт, да, это место, проанализировали местность, где располагается их дом, как эта местность, район их дома, да, выглядела на картах различных периодов, то есть дети просто анализировали, смотрели, вот, и делали некоторые интересные открытия. Например, девочка в 10 классе, она у нас приехала в Ясенево из Жулебино, она, например, узнала, что на месте ее дома находился там экспериментальный аэродром. Дети в Ясенево живущие находили тоже интересные такие открытия, да, что происходило с их местностью, как она застраивалась, когда Москва разрасталась. В общем, делали такие небольшие краеведческие работы по своему району, по своей местности локально или по дачным участкам. В общем, это было очень интересно, и они с таким энтузиазмом рассказывали, представляли свои такие мини-проекты. Вот. Или, например, был такой момент, когда я в 8 классе у детей спросил, как называется, вот, возле школы у нас есть пруд. Вот, я его отметил красным квадратиком. Как он называется? Дети понятнее. Это болото, да, как они его еще могут называть, мусорка, свалка. Он, конечно, ну, как бы, мусора там достаточно. Вот. На самом деле, у него есть название четкое, да, он называется Розаев пруд. Я говорю, давайте расплетем, почему он называется Розаев, да, и что это вообще такое, и как вообще, что было на этом месте. Допустим, если мы берем ту же самую карту Шуберта, то здесь просто овраг. Здесь нет никакого водоема. Но, тем не менее, уже зацепка есть, что это овраг, да, в котором потом вода появилась. Если мы берем там карту Москвы и окрестностей 50-52 года, Мосгормин-Геотрест, то здесь тоже овраг. И вроде как бы здесь этого прудика нет. Вот. Соответственно, потом начинаем искать определенную какую-то информацию, понимаем, что есть такая речка небольшая, она называется Розаев-Овраг. Начинается она у нас в районе усадьбы Яснево, потом протекает по... Ну, как бы, во-первых, у нее нет постоянного течения, она постоянное течение только если внизу у реки. Она потом протекает под нашей улицей, да, Голубинской, вытекает в наш овраг, да, создается здесь пруд, Розаев пруд. Потом ныряет под МКАД и впадает в верхний знаменский пруд. То есть река тут длиной буквально километров 200 метров, вот, с непостоянным течением образует этот Розаев-Овраг. По поводу, о чем я говорил, по поводу связки с другими учителями, да, с историей, там, например, можно зарядить историков, узнать, почему он Розаев, да, откуда такой топоним появился. Наверняка он именно антропологический, то есть связан с фамилией человека. Вот, тут же можно опять взять зацепку. Почему река, мы ее не видим, да, потому что она взята в коллектор и протекает под улицами, под домами, и сверху находится застройка, да, уже жила. Тоже, как бы, зацепок очень интересный. Многих детям они очень сильно нравятся. Вот, по поводу, если говорить, как можно учителей русского литературы привлечь, да, сюда, то можно этой картой посмотреть и посмотреть, как идет написание, да, название улиц. Вы видите, допустим, теплый я стану, да, то есть, ну, как бы, и шрифт, и написание слов, не помню, к своему стыду, как это получается, синтаксис, да, ну, как бы, совсем другой. И учителя русского могут подключиться, объяснить детям, почему так на этой карте написано. То есть, прекрасно можно провести такие междисциплинарные уроки, как бы, историков, географов, и учителей русского языка. Дальше, еще один пример по использованию мной с сайта это место. Я проводил такую практическую работу в поисках затопленных городов и поселков. Ну, допустим, мы знаем, что в восьмом классе, там, искусственного дема мы проходим, в девятом классе мы говорим о гидроэлектроэнергетике, ну, как бы, в формате топлоэнергетического комплекса. Вот, и детям всегда говорим мы, что при строительстве гидроэлектростанций мощных, да, затапливаются в обширной территории. Вот, понятно, такие более популярные места это у нас Молога, там, Корчева, да, когда строились, там, Рыбинская водохровещая, ну, и так тот же самый Колязин. Вот, это очень тоже интересный момент. Опять же, можно и учителей русского языка, литературы привлечь, то же самое прощание с матерой. Вот, историков можно привлечь. Если говорить именно через призму географии, то я работу проводил таким образом. Мы с детьми смотрели карты до строительства гидроэлектростанций и после строительства гидроэлектростанций, что происходило с населенными пунктами, которые находились на реках. Вот, допустим, мы берем с вами участок Волгоградской области, у нас здесь три деревни, Нижняя Добринка, Политодельская и Бережневка. И у нас здесь есть очень большой остров. Сейчас он является островом, ну, здесь есть у нас дамбы, заезд на него. Я отметил три области. Эту область, этот мыс, этот берег северо-западный и северный берег. Соответственно, это современная карта участкового городской области. Если мы посмотрим на этот участок, на карту Астраханского губерния 909 года, то мы видим, что здесь территория, на первом участке у нас находится село Слободка и хутор Монастырек. А на этих участках три хутора крупных, хутор Касаев, хутор Молчановка и хутор Бережневка. Соответственно, красным цветом, если вы видите, я здесь нарисовал в Пенте зону, которая попала в зону затопления, вот, и она у нас превратилась в остров. Тут даже, в принципе, по рельефу видно, что этот участок более низменный, он у нас превратился в остров. Вот, как видите на старой карте 909 года Астраханская губерния, Петеверска, Волга у нас представляла, ну, такой вот удаем шириной, да, с островами. Теперь у нас Волга, она примерно где-то в три раза больше, да, то есть родилась, и эти села попали в зону затопления, соответственно, были все переселены, укомплектованы в другие населенные пункты. Вот, мы с детьми делали небольшой проект, брали какие-то участки водохранилищ различных и делали такие небольшие карты, какие населенные пункты были затоплены. Историков сюда можно подключить, чтобы учителя истории рассказали, как происходило переселение, да, например, ну, как бы, это же смена образа жизни людей, как бы, судьбы, да, меняются у людей. Вот, я почему вообще об этом начал говорить, потому что я родился в городе, который попал в зону затопления, да, Волгоградской области, и он полностью находится у нас на дне Волгоградского водохранилища. И люди переехали при строительстве Волжской ГЭС в 50-х годах, вот, переехали на новое место. И мой дом моей бабушки, он находится на новом месте, его полностью разбирали и перевозили на тракторах на новое место, и город в Устралии абсолютно на новом месте. Вот, детям рассказываю, как мы в детстве гуляли по этим берегам, собирали монеты глазами, да, и там остатки жизни, быта, это очень интересно. Вот, что такое интересное. Вот. Далее, далее, далее. Ну, надеюсь, вам понятно, да, что вообще это за ресурсы, как им можно работать. В дополнение к сайту это место, рекомендую еще приложение, которое можно установить на мобильном телефоне, называется приложение VetusMers. Здесь, с левой стороны, я оставил printscreen из Play Market, здесь можно его бесплатно скачать. Это то же самое приложение, то есть тот же самый сайт, это место, только уже в телефоне. Единственное отличие, то, что здесь одна карта только бесплатная, все остальные карты платные, но они стоят там в районе 150-200 рублей. Вот. И, как вы видите, да, как это выглядит на экране телефона. Я взял спутниковый снимок школы нашей, красная точка, и эта красная, ой, синяя точка, извините, она здесь располагается на карте Шиберта. То есть вы, когда идете по местности, включаете телефон, также этим красным бегунком сливаете карты современную, старинную, современную, старинную, выбираете, загружаете такие карты, соответственно. И это, кстати, приложение очень точно показывает, обратите внимание, здание школы, вот квадрат, да, и синяя точка даже показывает крыло, где я сейчас сижу, да, в кабинете географии. То есть это даже мое крыло. То есть погрешность просто минимальная. Вот я даже этот ресурс очень часто использую, когда, например, еду к вам с грибами или в походах. В походах минимальное количество интернета, там, пол палочки, да, маленькая палочка, достаточно, чтобы сориентироваться, где ты находишься в лесу. И погрешность минимальная, она очень хорошо работает. Дети устанавливали, как бы с восторгом мне рассказывали, что они там на дачном участке, да, сшивали карты, смотрели, что на месте дачи было, там, обнаружили какие-то объекты интересные. Также по Москве идешь, просто сливаешь этим красным белым ком, накладываешь карты на местоположение свое, как ты двигаешься. То есть вплоть до того, что ты можешь просто слить карту старинную, и твоя синяя точка, ты, соответственно, по карте будешь двигаться по карте уже, там, 19 или 18 лет. Вот, это дополнение к ресурсу «Это место». Следующий, третий ресурс, последний, о котором я хотел рассказать, он называется сайт pastview.com. Это база ретрофотографий с привязкой к онлайн-карте. В настоящий момент число фотографий там превышает более миллиона единиц. То есть этот сайт очень прекрасно дополняет сайт «Это место». Давайте попробуем познакомиться с этим сайтом и что он из себя представляет. Здесь любой желающий регистрируется и заливает свои ретрофотографии, какие у него есть, старые фотографии или там семейного архива и так далее. И все эти карты, они привязываются к местности. Давайте найдем Москву, Ясенево. Опять же, я буду про свою местность говорить. Ну, естественно, что вы можете, работая с этими ресурсами, о которых я сегодня говорю, как бы именно через свои районы, свое местоположение протаскивать. Вот, как видите, да, смотрите, здесь огромное количество фотографий. Над Рязани, Тула, Московской области, 220 тысяч фотографий всех разных периодов, начиная там от момента появления вообще фотографий, как явления, до 90-х, 80-х годов. Вот, давайте быстренько найдем Ясенево. Вот, и здесь люди, ну, зарегистрированные на сайте, на этом, да, вот здесь регистрация под, заливают здесь свои фотографии из различных архивов своих, и обязательно нужно привязывать эту фотографию точкой, где эта фотография сделана. Вот здесь, если заметите, например, на Абкаде зеленая точка, вот, желтенькая точка, это место, откуда сделана фотография, стрелочкой показано направление объектива, так сказать. Ну, вот, вокруг Ясенева здесь можно найти много-много разных фотографий, как выглядела местность, например, там, фотографии имеют, соответственно, подписи, описания. Вот, и когда мы, например, делаем этот мини-проект по это место.ру, ну, дети могут параллельно еще с пасту и поработать, и отсюда выгрузить какие-то фотографии, дополнить информацию к предыдущему сайту, да, то есть здесь, как бы, эти сайты очень хорошо в связке работают. Ну, вот, такой очень простенький сайт, очень интересный, информативный. Я здесь находил очень любопытные фотографии. Давайте просто парочку примеров покажу. Ну, на мой взгляд, они очень, правда, любопытные. Вот, например, детям показывал, как выглядел местность, где располагается наша школа. Это 86-й год, дети бегают, играют в футбол зимой. Вот на этом месте сейчас у нас построен хоккейный комплекс, да, созвездие спортшкола. А вот на этом пустыре у нас находится наша школа, ее здесь еще нет. Соответственно, вот это, кстати, углубление, это есть Розаев пруд, Розаев-Варака, о котором я с вами рассказывал. То есть река у нас уходит вот между этими домами в замкат, и туда впадает уже в Бутово, в Верхний Наринский пруд. Вот, дети улыбались, по крайней мере, им было интересно посмотреть на эту фотографию. Вот, опять же, это, ну, как бы, с одной стороны, есть элемент географии, но больше, конечно, краеведение, да. Но наша-то задача, ну, как бы, по крайней мере, моя, и, думаю, и ваша тоже, чтобы у детей глаза загорели, чтобы они захотели на географии заняться картами. Поэтому, мне кажется, через эти сайты удается это сделать. Вот, или, например, мы находили такую фотографию, это дом, за которым наша школа находится, вы видите здесь двухполосный МКАД, дети тоже смеялись, что МКАД с одной стороны две полосы и в другую сторону две полосы. И здесь фотография у нас 80-го года, ну, соответственно, передача Олимпийского огня, Олимпиада 80 происходит, передача Олимпийского огня, и жители Ясенева стоят здесь на склоне МКАДа, смотрят, как это происходит. Тоже очень попытная фотография. Вот эта фотография нас вообще с учениками покорила. Фотография периода сделана где-то примерно 900-910 год. Усадьба Ясенева, это господский дом, видите, здесь сетка натянута, сетка это женщина в одеянии, и мужчина в военном мундире с теннисной ракеткой. То есть они играют во дворе в теннис в начале 20 века, то есть это дореволюционный момент. Хотелось, ну, мы, например, не знаем, кто это, что это за личность, и вот пробуем сейчас с историками выяснить, кто это человек, почему он играет в теннис в усадьбе Ясенева. Было бы любопытно узнать, может быть, постараться какую-то информацию про него найти. Вот. И про то место, о котором я говорил, да, когда строилась у нас Волжская ГЭС, на минутку, да, крупнейший ГЭС Европы, какой-то период она была даже крупнейший ГЭС в мире, вот, про тот остров. Да, здесь есть фотография, единственная фотография вообще моего родного города, который находится на дне Волги. Больше фотографий я никаких не видел. Здесь переправа через Волгу, город Камышин, где-то подпись есть. С одной стороны, люди в город едут, везут с покосных лугов, пойменных лугов сена, а здесь мужички уже нарядно наряжены, видимо, едут в Камышин по делам или на базар, не знаю куда. То есть фотография очень любопытная. Кстати, точка, как видите на карте, она полностью находится на дне Волгоградской области. То есть эта фотография сделана на дне Волгоградской области. Вот. В принципе, я постарался так коротко, но емко объяснить вам, как я применяю эти ресурсы на своих уроках. Опять же, их можно применять не только на уроках, их можно применять в неурочной деятельности, при выполнении каких-то проектов. В принципе, на мой взгляд, можно вообще сделать прям целый курс неурочной деятельности, назвать его «Это место». Даже название очень оригинальное. И учить детей именно пользоваться этим сайтом, проводить какие-то исследования краеведческие, географические. Единственное, что можно как бы программу просто написать, создать и делать такой небольшой курс внеурочки дополнительной. Вот. Это моя почта, мои контакты. Пожалуйста, если есть какие-то у меня вопросы, пишите в любой момент, постараюсь ответить. Вот. И в конце я вам ссылочку сейчас скину в чат, для того, чтобы вы ответили на вопросы, ну, как бы, говорится, обратной связи. То есть, мне было бы интересно узнать ваше мнение о моем опыте, насколько он был вам полезен. Не стесняйтесь. Ответьте буквально на пять вопросов. В чат я эту форму сбросил. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы, я готов на них ответить. Пожалуйста, можно включить микрофон, задать или написать в чат, как вам удобно. Добрый день. Здравствуйте. Да, меня зовут Дуарть Сергеевич, я являюсь методистом по географии. Очень приятно было вас послушать. В плане содержания все просто супер. Спасибо вам большое за это. И, конечно, большое спасибо за освещение района Яснем, с которым моя жизнь тоже связана, на самом деле. Поэтому, прям, действительно, отдельный низкий поклон. Очень много нового узнал. Действительно, был огромным удовольствием. Открыт для себя что-то новое. Смотрите, вопрос такой. Какой вы можете выделить, наверное, сервис, который детям нравится больше всех, которые наиболее успешны? Вы можете из трех выделить, прям, вот, самое-самое? Ну, вот, смотрите, я вообще использую сайтов, ну, не знаю, ну, очень много. Для практик я могу их, там, штук 20-30 нам перечислить. Я именно три выбрал, которые прям зажигают. Вот именно зажигают. Ну, вот, в разном направлении. Вот именно сдача карт, да, и работа с изучением карт, на мой взгляд, это карта Матовских. Если есть доска в кабинете, она идеально подходит. Мне такая возникла мысль, что дети, например, сдают этот зачет и забывают, да? То есть они, ну, как бы неэффективно получаются. То есть могут просто через какое-то время забыть, что они учили. Но я несколько раз это проверял. Дети, когда учат карту на Матовских, они выстраивают какие-то такие зрительные ассоциации. Допустим, человек сдаёт и говорит, Кировская область. Значит, он смотрит, ага, это сердце. То есть похоже почему-то для него Кировская область на сердце. То есть это зрительная ассоциация. И потом я через год проверял этих же самых детей. Ну, она результативность, конечно, упала, потому что забывается что-то, но несущественно. То есть сайт работает, в принципе, достаточно успешно. Вот, наверное, я бы выделил бы все эти три ресурса, потому что я их выбирал из всех. Я не стал прям делать презентацию там огромную. Я взял третий ресурс. Но мне почему-то больше все-таки нравится это место. Наверное, я бы его больше выделил, потому что оно, ну, я очень часто пользуюсь. Поэтому из этих трех я бы выделил бы это место. Но в целом все три сайта очень здоровские. Да, спасибо. Да, это место действительно как бы такое прям. Да, он очень интересный и затронул тоже определенные моменты, которые вот мне тоже были очень интересны. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Я был тоже рад поделиться своими наработками, своим опытом. Если он вам окажется полезен, я только буду рад. Никаких секретов нет. Соответственно, я за идеей, чтобы география была любимым предметом, чтобы мы географы зажигали. Сергей Владимирович, я так понимаю, что вопросов больше у коллег нет. Будем тогда заканчивать. Спасибо вам огромное за ваше интересное выступление. Пожалуйста. Вам тоже большое спасибо за то, что дали такую возможность поделиться опытом. Мне очень приятно. Спасибо. Спасибо.